Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group» и с нами сегодня наш коллега, аналитик компании FIBA Group Михаил Хлистунов. Михаил, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги трейдеры! Как обычно, по средам мы с вами говорим о той ситуации, которая у нас есть на текущий момент на финансовых рынках, затрагиваем различные инфоповоды, которые влияют на рынок акций, на валютный рынок. Порядка пяти минут мы с вами уделяем тем инфоповодам и порядка десяти-пятнадцати минут мы смотрим графики. Вы можете писать свои вопросы. Напоминаю, что я торгую внутри дня, внутри недели, торгую от уровней. И если вы напишите в чате, Михаил, посмотрите, например, канадский доллар, я посмотрю канадский доллар. Если никто ничего не напишет, то сегодня мы с вами будем говорить о тех инструментах, инфоповодов которых есть. Давайте говорить теперь по тем самым инфоповодам. Значит, сначала по макроэкономике, что у нас там есть интересного. Значит, касательно госдолга. Все мы знаем, что валютным рынком, в первую очередь, руководит именно госдолг. То есть очень хорошо прослеживается зависимость. То есть инвесторы, допустим, не хотят вкладываться в Россию, они покупают американские трежерис, если это очень большие деньги. Или наоборот и так далее. Вот, например, сегодня прошел аукцион Минфина Российской Федерации, они предлагали 15 миллиардов рублей в виде облигаций, а продали на 12 миллиардов рублей. То есть они никому не нужны. Вот такой вот интересный момент. То же самое мы видели, скажем так, инвесторы, мировые инвесторы, институциональные инвесторы, не, скажем так, их не прельщает доходность по таким надежным инструментам в Италии. То есть в Италии все не очень хорошо, если помните, там небольшая катастрофа или большая катастрофа, что добавляет негатива. И, собственно, аукционы проводятся неуспешно. Никому не интересно в текущий момент инвестировать в облигации, когда с инфраструктурой проблемы. Такая же ситуация у нас в Мексике. Там, значит, инвесторы бегут из Мексики за 33 дня до инаугурации президента. Вот такая вот есть статья на сайте finance.ru. То же самое, то есть говорят, что президент, который там будет изберется, это второй Дональд Трамп, да, а-ля Дональд Трамп. И инвесторы переживают насчет этого и уходят с развивающихся рынок. То есть погашают облигации, которые у них есть в Мексике, забирают песо, конвертируют их в доллары и уже рассматривают какие-то другие варианты. То же самое, именно от госдолг, макроэкономика, американские трежерис растут, да, то есть вот если посмотреть глобально, вот люди ищут опору в долларах, да, и это либо, скажем так, консервативные инструменты, то есть американские трежерис, облигации, либо это какие-то, как заметил, очень метко заметил Игорь Николаевич, акции американских компаний, то есть индексы растут на текущий момент. Вот такие вот макроэкономические факторы. Давайте конкретно по инфоповодам пройдемся. У нас сегодня последний день месяца и в пятницу у нас будет зарплата трейдера, так называемый американский нонфар. Такое название, оно уже пришло нам уже, можно сказать, из седой древности. На текущий момент данные с рынка труда Америки, которые публикуются каждую первую пятницу месяца, не особо влияют, то есть нету какой-то упомрачительной динамики, как это было раньше, но тем не менее инфоповод сохраняется. Почему? Потому что данные с рынка труда являются одним из двух определяющих факторов для денежно-кредитной политики. То есть чем больше людей работает, тем лучше для экономики, тем жестче можно регулировать экономику. Все хорошо, но давайте еще подожмем гайки, есть куда поджимать. То есть есть трибина, денежно-кредитная политика в Америке, вот это к чему. И, соответственно, инвесторы, трейдеры, спекулянты используют информацию, которая будет в пятницу, для того, чтобы, грубо говоря, заглянуть в будущее, знать, какой денежно-кредитной политики будет придерживаться регулятор ФРС. Сегодня будут предварительные данные с рынка труда Америки от независимого агентства EDP. Они публикуются в 15 часов 15 минут, то есть через 10 минут мы видим повышенную динамику валютной пары евро-доллар. Ну, будет такой прям чуть-чуть так верх-низ, верх-низ, и большое вряд ли, что будет какая-то сильная динамика в моменте. Еще раз повторюсь, прошли те времена, когда нон-фарм сильно влиял на рынок. Следующий инфоповод касательно фунта стерлингов. Завтра у нас публикация данных по процентной ставке, доклад о денежно-кредитной политике. Значит, в Англии, опять-таки, очень интересный парадокс. С одной стороны, политика Тереза Мэй и ее команда нацелена на то, что, скажем так, ослабить гайки, то есть уйти от политики жесткой экономии и тратить больше. А глава Банка Англии Марк Карни и, собственно, как представитель и регулятор, и регулятор сам Банк Англии говорит о том, что политику жесткой экономии нужно усиливать, да, то есть поменьше выделять денег, грубо говоря, экономике. Вот эти вот две точки, они постоянно конкурируют, и кто выиграет, но тут большой вопрос. И завтра мы узнаем, это на публикации протокола денежно-кредитной политики, то есть это будет документ, который завтра повлияет на финансовые рынки, то есть завтра торгуем в фунт, ну и сегодня с утра были возможности, конечно. Ну и в зависимости от того, что там будет завтра, можно уже прогнозировать по фунту стерлингов дальше. Так, и последний драйвер, он уже был существенный, это инфляция в еврозоне, но она вышла лучше прогнозов, то есть инфляция большая, это хорошо, инфляция, повышение цен. То есть, ну, люди тратят больше, соответственно, производители чуть-чуть повысили цен. Как это отразилось на графиках, я предлагаю перейти на них и посмотреть. Вот тут я видел, писали в комментариях о том, что новость через 40 минут, да, я так понял, что это по Канаде, это ВВП Канады, данные месяц к месяцу. Тоже возможна динамика, но вот насчет того, что сильно она будет или нет, но, наверное, все-таки нет, потому что показатели месяц к месяцу, это не год к году, да, это промежуточные показатели. Вот, поэтому предлагаю выдохнуть и лучше сконцентрироваться на евро-долларе, драйвер, нон-фарм, да, и на фунте стерлингов, это драйвер, доклад одержанной кредитной политики, процентная ставка завтра. Вот сегодня-завтра, прям сегодня-завтра-послезавтра делаем акцент на этих инструментах. Перехожу к графикам, рассматриваю возможности. Кстати, вот по фунту стерлингов, Игорь Николаевич, вы говорили о том, что довольно сильно вырос до сегодня, да, пока все остальные инструменты стоят. Напоминаю еще раз и дублирую, что я каждый день провожу ежедневный онлайн-гид, иногда на ютубе, иногда на фейсбуке. Сегодня это было в фейсбуке в 10.30 утра. Именно там мы рассматриваем возможность покупки фунта стерлингов. Я конкретно говорил про те цели, которые на текущий момент достигнуты. То есть насчет применимости информации, да, что-то из сферы, я же говорил, да, только это было в прямом эфире, это было заранее. То есть то самое, то самое идее, которое отработалось и принесло доход. Давайте посмотрим графики, вдруг и сейчас есть какая-то возможность для заработка. Переключаюсь на демонстрацию экрана. Так, переключился. Ну и переключаемся на графики. Значит, фу, ну, валютная пара евро-доллар. Начнем, как обычно. Напоминаю, что я использую торговлю от уровней. И вот на текущий момент, если мы посмотрим на таймфрейме часовики, да, то есть часовой таймфрейм, мы видим некую такую остановку и консолидацию в районе минимумов. Да, то есть у нас есть значимый минимум 26 октября, который был и вчерашний день, и сегодняшний день. Это, эти минимумы у нас тестируются, да, то есть вот визуально сейчас отображу, то есть вот этот вот раз импульс с 26 октября, цену остановили на 14.20. После этого она сползала, и сейчас вот значение 13.40, 13.30 диапазон, он тестируется. Это возможности для заработка. Соответственно, можно предположить, что это как минимум накопление, как максимум разворот. Если ваша стратегия, не тактика, а стратегия, учитывать, что евро-доллар вырастет к концу года, такой вариант тоже возможен, то сейчас стоит покупать, да. Также стоит покупать в том случае, если вы торгуете внутри дня, внутри вот недели, да, то есть вы не держите сделки там по месяцу. Собственно, на рынке Форекс, все Форекс-брокеры наиболее заточены как раз вот под эти спекулятивные моменты торговли внутри дня, торговли внутри недели. Так что используйте. Покупка с текущих и цель по этому движению – это 1.14.20. Потенциал сделки 76 пунктов. При торговле первого блота – 760 долларов. Соотношение прибыли-убыток. Логический стоп мы ставим под локальный минимум. Это будет значение 1.13.13. От текущего значения – это порядка 22 пунктов. Таким образом, соотношение прибыли-убыток у нас составляет 20, ну давайте округлим, 25, да, и 75. То есть соотношение прибыли-убыток 1 к 3. 3 к 1 в пользу прибыли. Очень выгодно, почему бы не использовать, да. Более конкретно переходим на малые таймфреймы и подправляем уровни. Значит, мы смотрим экстремумы, максимум, минимум текущей, предыдущей торговой сессии, ну какие-то важные уровни. На текущий момент минимум текущей торговой сессии 1.13.30. И вот мы в моменте видим, что он у нас тестируется. То есть у нас до открытия Европы, до лондонского взрыва, мы видели консолидацию на уровне 1.13.37, 1.13.36. И после этого раз на публикации данных по инфляции, перед публикацией данных по инфляции, мы видели такой сбор стопов, такой небольшой, да, цена сходила на 5 пунктов ниже, тем самым определив границы этого диапазона. Мы его отмечаем, ну, собственно, подправляем вот так вот, раз, вот так, есть. Значит, если мы видим здесь, смотрите, мы переходим на уровень тактики, стратегия, она у вас своя, тактика, мы видим консолидацию, да, и теперь точечно, точка входа. Это когда мы видим свечную формацию, паттерн, сетап, каждый называет по-своему паттерн на вход. В моем случае это свеча типа доджи, то есть пин-бар, это когда, допустим, сейчас покажу визуально такую свечу, допустим, да, значит, вот такая вот свеча, вот она, да, она у нас с большой тенью с одной стороны, это она свидетельствует о сильной нисходящей тенденции, то есть как мы видим такую свечу, после ее закрытия или после подтверждаемой, ну, свечи подтверждения, мы совершаем сделку в ту же сторону. То есть три уровня. Стратегия, ваше глобальное видение, что вы ждете от евро, что вы ждете от доллара, я считаю, что доллар будет крепко в текущем году, конец года все-таки. Дальше тактика, это мы смотрим графики таймфрейм H1, здесь мы видим консолидацию, да, соответственно, возможность для заработка. И совсем оперативное управление, это свечи, свечные информации сетапа. Согласно вот этих трех уровней мы видим, что у нас есть спекулятивное, возможность совершения спекулятивной сделки с доходом, с потенциальным доходом порядка 700 долларов. И по риск менеджменту тут все прекрасно. Есть, дальше, валютная пара фунт-доллар, как и говорили, она выросла, протестировала минимумы предыдущей торговой сессии, четко 27 фигура. Значит, обратите внимание, что возможность для совершения сделки была как раз тогда, когда сегодня был ежедневный онлайн-гид в нашей группе в фейсбуке в 10.30. Пожалуйста, найдите, зайдите на мою страницу Михаила Христунов в фейсбуке, у меня там есть ссылки на эту группу, FIBA Group, да. Подписывайтесь, и вам будут приходить оповещения в 10.30 каждый день. Вы можете смотреть со своих устройств, можете смотреть с компьютера, и у нас с вами будет диалог, да, то есть с утра перед началом торговых. Очень удобное время. Значит, на текущий момент мы видим остановку и достижение цели номер один. Цель номер один – это те уровни, которые у нас были на предыдущей неделе, да, то есть это 28 фигура, диапазон цент, приближенный к нему. На текущий момент у нас не достигнуты цели 28.50, это локальный максимум предыдущей недели, и 29 фигура как максимум. То есть если вы находитесь в покупках, если вы были с нами с утра, то продолжаю держать, продолжаем с вами держать. Ну, а если вы ищете возможности для добавления насчет покупок, да, то, наверное, стоит ждать хоть какой-то коррекции. Она однозначно будет перед завтрашними событиями. То есть, вот, например, от локального уровня 27.50 – это локальный уровень, который у нас некоторое время держался, да, и после этого импульсом его пробили. Вот сейчас мы можем рассматривать сделку вот так вот, да. Вот сейчас мы можем рассматривать сделку на покупку. Значит, все добавки, то есть когда мы упустили, к сожалению, увы, да, возможность для совершения сделки, мы добавку совершаем минимальным объемом. То есть не на всю котлету загружаем, да, а минимальным объемом, тестом, максимум – это будет средний объем. Ну и, соответственно, если у вас стратегия, вернее, тактика предполагает работу на пробой, то вы смотрите внимательно на отработку 28-й фигуры, то есть 1.28, и если динамика будет восходящая, покупаем. Я не практикую такой подход и наиболее целесообразно рассматривать именно торговлю на тесте, да, на ретесте, на отскоке, пользуясь терминологией. И согласно этого подхода, если в ближайший час цена будет стоять в текущем диапазоне, да, и будет нам показывать какую-то разворотную модель, то мы с вами рассматриваем сигналы на продажу. На продажу. В этом случае по целям, да, то есть мы будем продавать с вами силы сигнала либо малая, либо средняя. Стоп мы ставим за локальный максимум, обратите внимание. И по целям данного движения, значит, цель номер раз – 1.27.28, такие красивые цифры. Порядка 60 пунктов потенциальной прибыли, то есть забрать вот эту коррекцию, да. Дальше цель номер 2 – это 27-я фигура. 27-я фигура. Вот такой вот план кинжал. То есть если вы, ваша стратегия, считаете, что завтра на публикации данных фунт ослабнет, то есть ничего хорошего в Англии не будет, да, то караулем вот эти продажи, которые я сейчас разметил. 80%, я бы сказал, 95% своего времени тейдер всего лишь наблюдает. Автоматизированные вещи, автоматизированные помощники и советники дополнительной программы утилиты позволяют оповещать вас об этом. Это алерты, да, например. Вы можете подобную алерту снять через советника, через какой-то конкретный там скрипт. Если вы хотите узнать, что это такое, ну, информации, во-первых, в интернете много, во-вторых, у группы компании FIBA есть учебный проект FIBA.guru. Пожалуйста, проходите, изучайте, смотрите, какие там курсы есть, обращайтесь напрямую к преподавателям. Конечно же, в этом помогут. Так, касательно фунта Остеллингов рассказал. Покупки поздновато, продажи, караулем. Есть. И последний инструмент – это канадский доллар. Так, у нас 4 минуты назад вышли данные по EDP. И копии эти динамики у нас, динамика у нас не особая, да, то есть цена стоит. Я бы отсюда прикупил бы, рассмотрел бы. По канадскому доллару, какие драйверы здесь могут быть? Канадский доллар – это сырьевая валюта, основная статья экспорта – это нефть, нефтеносные пешки. Канада является неким таким сырьевым хабом, да, через который, через границы которого в Америку поставляют различные сырье. Это как тема с белорусским хамоном, да, белорусский сыр с плесенью, белорусский хамон и так далее. Такая же история и в Канаде, да. Соответственно, она очень сильно зависит от стоимости нефти. Сегодня у нас публикуются данные по запасам сырой нефти, соответственно, получена динамика в 17.30. И вот прямо сейчас я видел кто-то из слушателей писал о том, что есть там драйвер, да, в 15.30 данные по ВВП. Вот на текущий момент, ну, возможности для заработка нету. Можно, конечно, подкинуть монетку и на удачу, как-то совершить сделку, но считаю, они очень целесообразны. Давайте попробуем разметить графики и все-таки подготовиться к событиям, которые будут у нас через 10 минут. Пожалуйста, те, кто торгует канадцем, обратите на это внимание. Значит, здесь очень хорошо визуально видно максимумы и минимумы предыдущей торговой сессии. То есть предыдущий торговой сессии. Давайте я очищу график. Максимумы предыдущей торговой сессии. 3147. Это же максимум пятница, да, а понедельника. И максимумы, скопление максимума в пятницу, да. Вот, значит, мы берем вот этот ближайший уровень, 3159, выделяем диапазон. Я подобную процедуру делаю каждое утро в 10.30 утра. Если вы хотите делать так же, подписывайтесь, смотрите, введите диалог. Дальше. Минимумы. Минимумы предыдущей торговой сессии. 31 фигура, да. То есть вчера мы протестировали 31 фигуру четко. Минимумы текущей торговой сессии. Вот она у нас, шпилька, да, 3106. Вот эти вот границы у нас, это как раз те зоны, на которые мы ориентируемся при совершении сделок. Также у вашего помощника могут быть SharkFX, Minuanda. Я думаю, многие знают, что это такое. Если там есть какие-то скопления лимитных ордеров вблизи этих уровней, то есть уровни сильные, маржинальные. Ждем с вами сценария. Вот такого вот тест 31 фигуры. Возможный сбор стопов. И после этого актив будет вырастать. Первый сценарий, да. То есть видим в моменте прям шпильку вниз и остановку, возврат выше 31 фигуры. Прям выше 31 фигуры. 3106, 3107, выкупаем. Дальше. Следующий сценарий такой же сверху. Но вот сверху он такой размазанный уровень, да. То есть он у нас может быть выше. Вот если вы видите, что у нас шпилька, да. И после этого произошел возврат цены, мы рассчитываем на вот такую стратегию. То есть на этой шпильке мы начинаем шортить. Варианты работы на пробой. То есть вот мы видим такой импульс, но тут только в моменте брать ее, да. Не знаю. Можно смотреть самый актуальный таймфрейм для работы, для торговли новостях. Это пятиминутки. Пятиминутная свеча закрылась ниже и намека на разворот нету. Продаем по тренду, да. То есть продаем. Соответственно, наоборот, то же самое, если мы видим закрепление выше локальных максимумов, покупаем. Вот такие вот стратегии. До публикации новости осталось 7 минут. Предлагаю всем, кто смотрел, разметить та же графики, перейти на сайт SharkFX, посмотреть лимитные ордера, которые там есть. Если вы этого не знаете, то учиться сейчас времени нету, потому что осталось 6 минут. Игорь Николаевич, я закончил. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое вам, Михаил, за ваш обзор. У меня вопрос, как прошла ваша неделя в плане доходности? Сами довольны? Ну, знаете, как-то никак, не особо выразительно. В начале недели я совершал, в понедельник я совершал несколько сделок. Это по... Ну, давайте я включу демонстрацию экрана еще раз. Давайте посмотрим. Интересно, как был ваш творческий путь на прошлой неделе. За прошедшую неделю, точнее. Да. Так, значит... Ну, напоминаю, что я торгую по теории близких стопов и каждый месяц, начиная с круглой суммы в 500 долларов. То есть все, что выше, вывожу, обновляю и так далее. Значит, последние трейды, которые актуальны, прям, да. Ну, вот она, да, сделка 29 числа, открытая за эту неделю. Продажа евро-доллар, 16 долларов не принесла. До этого была покупка евро-доллара. То есть она закрылась на 4 дня раньше. Минус 10 долларов, минус 5 долларов, минус 9 долларов. Вот такая смешанная динамика. Вот такой вот момент. 9, 10 и так далее. Ну, по мелочи. Ясненько. Поняли вас, Михаил. Спасибо вам большое за ваш обзор и рассказ о вашей работе за прошедшую неделю. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, успешных трейдов, коллеги. Готовимся к событиям в Великобритании и Nonfarm в пятницу. Всем успешных трейдов. Спасибо. До свидания.